Долгожданный подарок получили юные жители старой части Нижневартовска в рамках национального проекта «Спорт. Норма жизни». Там построили еще одну многофункциональную спортивную площадку. Кроме того, в Нижневартовске обустроили автостоянку возле школы Олимпийского резерва. Новый объект оценил глава города. Подробности у Евгения Алексеенко. Я думала, что здесь будет обычно, как качели, там всякое еще. Но нет, нам сделали подарок. Строителям класс. Еще недавно на этом месте был пустырь, на котором по песку мальчишки гоняли мяч. Теперь у них свой современный мини-стадион и баскетбольная площадка. Строители предусмотрели многофункциональность объекта. Здесь же оборудован и целый комплекс с турниками. Вся площадка укрыта травмобезопасным покрытием – резиновыми плитами. Самое главное, что это не последний проект, который будет реализован на территории города. Поэтому мы будем двигаться дальше по размещению таких площадок в других частях города. Открытие площадки намечено на сентябрь. Ответственные за ее строительство планируют торжественную церемонию с участием жителей соседних домов. Правда, до этого времени строителям необходимо внести последние штрихи – спилить опасно торчащие болты и благоустроить прилегающую территорию, убрав песок и сделать удобный вход на площадку. Она сейчас выполнена в рамках нашего земельного участка, на котором есть. Мы прованы по нашему земельному участку. Но сейчас будет продолжаться работа совместно с департаментом ЖКХ, чтобы вот эту прилегающую территорию также немного благоустроить, для того, чтобы все было очень комфортно. Следующий объект инспекционной поездки представителей городской власти – автостоянка. Ее строительство очень ждали гости и родители воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва «Самотлор». Еще два месяца назад припарковать здесь автомобиль было очень проблематично. Теперь вопрос закрыт. Надо заметить, что это не только площадка использоваться будет во время проведения суперлиги, когда играют взрослые команды. У нас сооружение используется и для того, чтобы проводить и детских много соревнований, когда тоже много посетителей, родителей, гостей наших соревнований. Поэтому, естественно, стоянка нужна, и она будет пользоваться спросом. Строительство автостоянки обошлось городу в 3,5 миллиона рублей. Два года она будет на гарантийном обслуживании у подрядной организации. За это время заказчик должен будет оценить весь объем работ. Но уже во время поездки у журналистов возник вопрос. Как в межсезонье при резком перепаде температуры воздуха поведет себя асфальтовое покрытие, в котором видны трещины? Ответ заказчика – все выполнено согласно техническому заданию. Поживем – увидим. Евгения Алексеенко, Александр Титаренко, Вести и горе, Нижневартовск.